Сегодня состоялось расширенное заседание коллегии Приволжского таможенного управления. В нем приняли участие глава Чувашии, начальники таможен, руководители различных ведомств региона. Вопросы правильности классификации товаров в Приволжском таможенном управлении в 2014 году были одними из приоритетных. Только за последние три года судами вынесено более 100 решений и почти 80 из них в пользу таможенных органов. Затронули также вопросы, касающиеся экспорта и импорта товаров. Их доля в этом году сократилась. Например, экспорт снизился из-за прекращения вывоза за границу дорогостоящей спецтехники. В сегодняшний момент все равно кризисная ситуация с экономическими, я имею в виду, находится в мире везде. Пересматриваются контракты, плюс санкционная часть дала знать о себе. С теми странами, которыми были заключены договора, в принципе продолжает работать. Не единственное по отраслям это может коснуться, но в сегодняшний момент, то есть в Чувашии не оформляется та номенклатура товара, которая попала под санкционную часть. Единственный вопрос, это по импортной составляющей. Согласно указу президента 560, есть ограничение на ввоз плод овощной продукции и продуктов питания. Вот с этим вопросом, конечно, сократились поставки, но участники внешнеэкономической деятельности заключают договора с другими странами, которые не попадают в этот список и возобновляют поставки. Это касается стран Евросоюза, Канады, Австралии, а также Турции и Китая, которые относительно недавно заключили договоры на поставку. Кстати, объем внешней торговли на Чувашском таможенном посту в этом году составил более 200 миллионов долларов. И по сравнению с прошлым годом он уменьшился на 27 процентов. Могу вначале же сказать, по всем показателям, которые есть у нас на сегодня, расчетно, прогнозно просчитали с учетом финансовых определенных таких моментов. В целом мы по макроэкономическим показателям год завершаем лучше, чем даже истекший 2013 год. Касаясь работы таможня, я хочу поблагодарить всех тех сотрудников, которые работают таможенной службой уже Чувашской республики. На сегодняшний день мы много поездок осуществляем, встречаемся на территории муниципальных образований. Возмущений практически со стороны предпринимателей, со стороны коммерческих структур нет. Да есть отдельные вопросы, они рабочего характера, которые возникают. И с этой точки зрения хочу в канун Нового года, истекающего 2014 года, поблагодарить. Так надо работать. В свою очередь начальник Приволжского таможенного управления отметил работу Чувашского поста, а также его хорошее взаимодействие с контролирующими органами. Юлия Важенина, Сергей Рябчиков, Республика.